Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин ва аля али сейдина Мухаммадин. Глава одиннадцатая. Взятие Мекки и последующие походы. Причины похода на Каабу. После заключения мирного соглашения в Худайбии предводители племени Хузаа, всегда бывшие в союзе с хашимитами, заключили мирный договор с пророком алей саляту ассалям. А предводители племени Банубакар договорились о том же с Курашитами. Во времена Джахилии племена Хузаа и Банубакар враждовали на почве кровной мести. Однажды некий человек из племени Банубакар словом оскорбил пророка алей саляту ассалям. Не сдержавший своего гнева юноша из племени Хузаа разбил клеветнику голову. С тех пор вражда между племенами Банубакар и Хузаа возобновилась с новой силой. Люди из племени Банубакар призвали на помощь Курайшитов. При их поддержке Бакриты ночью внезапно напали на Хузаитов. При их поддержке Бакриты ночью внезапно напали на Хузаитов, убив 23 человека. Курайшиты, приняв участие в нападении на союзников мусульман, тем самым нарушили условия Худайбийского соглашения. В эту же ночь через откровение пророк алей саляту ассалям узнал о том, что договор о перемирии нарушен Курайшитами. Совершая омовение в доме Маймуны, посланник Аллаха алей саляту ассалям воскликнул «Ляббайк». Удивленная Маймуна спросила пророка алей саляту ассалям «С кем ты разговариваешь?» Ко мне обратились с призывом Хузаиты и ответил, что готов им помочь, ответил избранник Всевышнего алей саляту ассалям. Хузаиты поспешили послать своих представителей в Медину, чтобы сообщить пророку алей саляту ассалям о случившемся злодеянии. Посланник Аллаха саляту алей саляту ассалям, выслушав их, сказал «Клянусь Аллахом, я помогу вам, как помог бы самому себе, и отвергну от вас то, что я отверг бы от себя». Курайшиты поняли, что их вероломный поступок может быть приравнен к нарушению условий Худайбийского соглашения о перемирии. Предводители Курайшитов спешно собрались, чтобы обсудить выход из сложившегося положения. Некоторые говорили, что следует дать выкуп племени Хуза за убитых. Другие считали правомерным отдать Хузаитам людей из племени Банубакр взамен тех, кого они убили. Третьи предлагали расторгнуть соглашением с мусульманами. Абусуфян сказал «Нам не надо делать вид, что мы ничего не знали об этом направлении». И что ни один из нас недоволен изменой Бакритов. Нам нужно сохранить мир с Мухаммадом алейиссалату вассалям. И на самом деле нападение Бакритов на Хузаитов было совершено без ведома Абу Суфьяна. Испугавшись последствий содеянного, Курайшиты направили Абу Суфьяна в Медину, чтобы он восстановил мирный договор с мусульманами. Прибыв в Медину, Абу Суфьян первым делом зашел к своей дочери Уму Хабиби, которая была женой пророка алейиссалату вассалям. Абу Суфьян хотел сесть на коврик, где обычно располагался посланник Аллаха алейиссалату вассалям. Но Уму Хабиба, не дав отцу сесть, сразу же свернула коврик. Удивленный Абу Суфьян спросил, «О, дочь моя, кто дороже тебе, я или этот коврик?» Уму Хабиба ответила, «Пока ты остаешься язычником, тебе нельзя садиться на коврик посланника Аллаха алейиссалату вассалям». Обиженный Абу Суфьян отчитал дочь, «С тех пор, как ты ушла из нашего дома, с тобой случилось что-то дурное». И пошел к пророку алейиссалату вассалям, который находился в это время в мечети. Когда Абу Суфьян сказал, что прибыл для подтверждения соглашения о перемирии, пророк алейиссалату вассалям спросил, «А что, случилось что-нибудь?» Абу Суфьян ответил, что нет. Тогда пророк, саллиллаху алейиссалям, сказал ему, «Пока мы придерживаемся этого соглашения». Тогда Абу Суфьян обратился к ближайшим сподвижникам пророка алейиссалату вассалям с просьбой о помощи в этом деле. Но ни Абу Бакр, ни Умар, ни Али ему не помогли, сказав, что они придерживаются повеления посланника Аллаха алейиссалату вассалям. Поняв, что поездка в Медину провалилась, Абу Суфьян вернулся в Мекку и сообщил курайшитам о том, что подтвердить соглашение о перемирии не удалось. Некоторые курайшиты даже обвинили Абу Суфьяна в принятии ислама и в измене соплеменникам. Чтобы доказать обратное, Абу Суфьян зарезал жертвенный скот идолам и совершил им поклоны. Пророк, саллиллаху алейиссалям, тайно начал готовиться к походу на Мекку. Он велел передать всем мусульманам и уверовавшим в Аллаха и Судный день, чтобы они явились в Медину в месяц Рамазан. Множество воинов из разных племен прибыли в Медину, в том числе из племени Аслам, Гефар, Музаяна, Аджа и Джухана, которые недавно приняли ислам. Пророк, саллиллаху алейиссалям, стараясь скрыть от курайшитов подготовку к походу, обратился к Всевышнему с мольбой о помощи. Посланник Аллаха, саллиллаху алейиссалям, надеялся, что если мусульмане появятся в Мекке неожиданно для курайшитов, те без сражения примут ислам. В это время Хатиб ибн Абу Бальта написал курайшитам письмо, в котором сообщал, что мусульмане собираются на них в поход. Женщина, которой он поручил доставить письмо, спрятала его в своей косе и отправилась в Мекку. Пророк, саллиллаху алейиссалям, через откровение узнал, что Хатиб послал письмо курайшитам и велел асхабам догнать женщину и перехватить письмо. Сподвижники догнали ее в местности Раузатхах. При обыске среди ее вещей письма не обнаружили. Женщина клялась, что никакого письма у нее нет. Тогда асхабы сказали ей, «Отдай нам письмо, если не хочешь, чтобы мы тебя раздели и обыскали». И она, испугавшись, распылила волосы, вытащила письмо и отдала его сподвижникам. Когда асхабы доставили письмо пророку алейиссаляму ассаляму, он вызвал Хатиба и спросил, «Ох, Хатиб, что толкнуло тебя на это?» Тот ответил, что сделал это не потому, что отошел от ислама, а чтобы сохранить жизнь близких родственников, которые остались у него в Мекке. Тут Умар ибн Хаттаб воскликнул, «О посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, он предал Аллаха и его посланника, саллиллаху алейиссалям, позволь мне отрубить ему голову». Но пророк, саллиллаху алейиссалям, сказал, «Он сражался в битве при Бадре. Откуда ты знаешь, о Умар? Может быть, Аллах сказал тем, кто сражался при Бадре, делайте, что хотите, я уже простил вас». Тогда Умар заплакал и произнес, «Аллах и его посланник, саллиллаху алейиссалям, знают лучше». Таким образом, Всевышний Аллах не позволил курайшитам узнать о том, что мусульмане идут на них. Однажды посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, проходил мимо кучи пшеницы, выставленной на продажу. Взяв горсть зерна в руку, он почувствовал, как его пальцы стали влажными. Пророк, саллиллаху алейиссалям, спросил торговца, «Почему зерно мокрое?» Торговец ответил, «О посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям». На нее попал дождь. Тогда любимец Всевышнего, саллиллаху алейиссалям, спросил его, «Почему ты не положил влажную пшеницу сверху, чтобы люди могли ее видеть?» «Кто обманывает людей, тот не из моей умы». Пророк, саллиллаху алейиссалям, спросил его,